В Ленске в одном из кафе-баров прошел киберспортивный турнир по компьютерным играм. В соревнованиях приняли участие молодые люди от 18 лет. Более 30 геймеров собрались вместе, чтобы поспорить, кто лучший боец или футболист. Естественно, не на ринге и спортивной площадке, а за компьютерным столом. Подробности в следующем сюжете. В небольшом зале, где буквально яблоку негде было упасть, собрались настоящие фанаты двух популярных компьютерных игр. УВСИ-2, известная более как «Бои без правил» и «ФИФА-18». Организаторы мероприятия постарались привлечь молодежь не только приятным времяпровождением, но и различными призами. Много ребят играет, все говорят, что скучно, что нет достойных соперников. Решили собраться и провести игру, чтобы выявить самого сильного. Пройдя жеребьевку, игроки разбились на три команды. Сначала отборочный тур, затем, как на настоящих соревнованиях. Полуфиналы и финал. В условия игр были введены некоторые ограничения. В боях без правил нельзя было использовать персонаж МакГрегора, а «ФИФА» команду «Реал». Поэтому перед началом турнира игроки уже задумывались о том, как строить компьютерный матч и на какую команду рассчитывать. Ну, скорее всего, Барселона, но я не могу пока что прикинуть, что к чему. Как играть будет это уже? Буду играть по-своему, да и все. А там уже от противника зависит результат. Выиграет сильнейший, неотъемлемое правило любой игры. Без МакГрегора так, без МакГрегора. Есть и другие персонажи. Заранее пока никто не желал открывать карты, поэтому участники говорили в общем о стратегии и стиле сражений на компьютерном ринге. Стиль боя, бои без правил будем биться. Ну, конечно, ударного возьму игрока. Надеюсь на победу. Ожесточенные бои и напряженные матчи проводились в течение почти четырех часов. В результате были определены победители, которые получили денежное вознаграждение в размере 8 тысяч рублей и другие подарки. Сергей Евсюков, Виталий Андреев.